В 2017 году в Житковичах прошли областные дожинки. К этому событию были приурочены масштабные работы, в результате которых город стал действительно уютным. Хотя это не значит, что все проблемы решены. И хотя глобальными их назвать нельзя, для конкретных людей они являются действительно важными. Житель улицы Рабочий жалуется на неблагоустроенность территории, по которой сложно проехать на автомобиле. Ситуация для нас понятна. Дело в том, что мы на следующий год будем закладывать бюджет каждого района, чтобы они могли проводить в соответствии с вашими улицами, дворовыми. Это будут, конечно, небольшие деньги, но, по крайней мере, наведут. Еще по одному адресу председатель облсполкома после завершения приема выехал лично. В доме номер 7 по улице Победы капитальный ремонт одна из гомельских организаций официально завершила еще несколько месяцев назад. Но на деле все оказалось не так хорошо, как на бумаге. Недоработок столько, что жители были вынуждены обратиться к главе региона. Тем более, что сами строители исправлять их не спешат. Геннадий Соловей убежден, здесь нет каких-то значительных проблем. Поручение устранить недостатки в ближайшие дни. Люди жаловались, было направлено письмо. Обещали не устранить до конца третьего квартала. Но в связи с большими объемами работы и вводом объектов по 9 месяцам, было договорено с ними до конца этого месяца все недостатки устранить. В противном случае будем устранять сами и потом затраты все возмещающие в суд. Среди высказанных просьб жителей Житковичского района – ремонт сельской дороги, выделение земли для ведения фермерского хозяйства, подключение к кабельному телевидению в отдаленных деревнях. И еще один вопрос, который прозвучал во время приема житковчан – трудоустройство. Председатель областполкома убежден, достойные условия для комфортной жизни необходимо создавать непосредственно по месту жительства людей. Здесь многое зависит от местного руководства и инициативы самого населения. В Житковичском районе сегодня можно найти положительные примеры. У вас есть пример сегодня даже у частного предприятия, да, Шуруба. Зарплата более тысячи рублей. Но там работать надо. Конечно. Второй вопрос. У нас есть предприятие, которое возьмем хозяйство. Вот мы сейчас в Житковичах строим ферму, в Дьяковичах, да. Здесь возьмем белье тот самый. А почему, разве, почему вот один может хорошо, эффективно работать по-хозяйски? Конечно, от руководителя зависит. И вы знаете, сегодня в колхозах можно зарабатывать деньги. Олег Сентюров, Сергей Негиревич, Валерий Гопанько. Новости недели. Новости недели.